Всем привет! С вами Хвастович Александр, ведущий проект Америка для успешных. И сегодня у нас видео о том, как отправлять посылки из России в Америку. Ну, я хочу сразу поговорить за это видео Ирину Сенцову, ведущую группу Америка для успешных ВКонтакте. Вот, большое спасибо за предоставленный материал. Теперь у нас как бы есть два видео. Одно видео о том, как отправлять посылки из Америки в страны СНГ. И другое видео о том, как отправлять посылки из России в Америку. Так что, надеюсь, вам оно понравится. И если вам оно кажется полезным, нажмите палец вверх, рассказывайте друзьям. Ну, и подписывайтесь. Все, спасибо. Пока. Итак, вы когда приходите на почту, у вас есть выбор, в чем отправить вашу посылку. Есть вот такие вот пластиковые пакеты. Я их встречала с четыре разных размера. Они сбоку вот заклеиваются. С левой стороны у них клейкая лента. Заполняются, как обычный конверт. Здесь от кого, откуда. Индекс сюда. Здесь кому, куда. Все остальное здесь наклеят уже вам на почте, когда придете отправлять. Есть вот такие вот желтые коробки. Такие я видела двух разных размеров. Чуть-чуть вот меньше и такая плоская есть еще. И третий вариант – это вот такие вот обычные синие коробки. На них написано «Почта России». И нас интересуют только вот такие вот синие коробки, потому что за границу ничего другого отправить нельзя. Желтые коробки туда не ходят. Синие пакеты туда не ходят. Все это ходит только по России. За границу мы отправляем и в США, и на Украину хоть куда. Мы отправляем только синие коробки. Посылки делятся по весу. Если она весит меньше 2,5 кг вместе с упаковкой, это называется мелкий пакет. Если она весит больше, на нее заполняются другие документы для того, чтобы ее отправить. Давайте с вами разберем сначала мелкий пакет, потому что я чаще всего сталкиваюсь с этой формой посылки. Вот эта вот стандартная форма заполнения, она есть на письмах, она есть на всех абсолютно коробках, потом покажу вам. Здесь есть две графы. Одна – это «От кого и откуда», другая – это «Кому и куда». Вот эта вот первая часть заполняется на русском языке, то есть вы пишете «От кого», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Откуда». Сначала пишется адрес, улица, дом, квартира, потом область, потом город, страна, индекс. Вот эту часть вы заполняете либо на английском языке, если вы отправляете в Великобританию, или в США, или в странах, где говорят на английском языке, либо вы пользуетесь транслитом, если, например, вы отправляете на Украину. Также пишете фамилию, имя, и дальше пишете адрес так, как нужно, так как заполняется он в стране. Вот, например, в Америке сначала же пишут номер дома, потом название улицы, потом квартиру, затем идет город, штат, дальше пишем США, и сюда пишем индекс. Я лично все пишу на английском, еще ни разу никто ничего не потерял. Если вы отправляете письма на Украину, то вы пользуетесь транслитом. Почему так? Потому что Украина уже есть за границей, и через таможню оно должно уйти в английской раскладке. То есть мы заполняем эту форму, она распечатана на отдельном листе. Потом ее обрезают и вклеивают на то место коробки, где должно быть заполнено изначально. Там прям клеем намазывают и лепят ее. На коробке, получается, мы ничего не заполняем. Также к мелкому пакету оформляется вот такая вот зеленая штука, называется таможенная декларация. Насколько я знаю, она международная, и эта форма CN22, она есть на любом вообще языке, но вот почему-то мне досталось на, ну вот на наших почтах я видела на русском и на французском языке они. Итак, они в основном стандартные, американцы заполняют такие же, вот покрупнее. Что здесь обязательно отметить? Я лучше качества не нашла в интернете, но что уже есть? Здесь мы пишем, ставим галочку, где написано подарок, кодо, у кого-то здесь написано гифт. Дальше, вот сюда вот мы пишем, что мы отправляем, название там, конфеты пишем, еще что-нибудь там, футболки. Сюда вес. Их отдельно взвешивают на почте каждый предмет, который есть в коробке, я вам потом покажу. Сюда мы пишем, сколько они стоят. Дальше, здесь внизу мы пишем общую стоимость, здесь общий вес без коробки. Здесь мы пишем свой автограф и дату. Иногда таможенная декларация выглядит вот так, ее просто печатают, она не зеленая, она просто печать. Вот, здесь все пишется точно так же. Подарок, здесь написано, кстати, гифт, а не кодо. Название, здесь заполняется вес, стоимость, сюда общая стоимость, сюда общий вес. И вот здесь вот написано дата и подпись. Сюда дату, сюда расписываемся. Эту штуку наклеивают на коробку. Если вы отправляете посылку, которая весит больше, чем 2,5 килограмма вместе с упаковкой, то там будет несколько другая таможенная декларация, вот такая вот. Их вам нужно будет заполнить три штуки. Итак, первая часть. Мы заполняем фамилия, имя, пишем на русском языке, откуда вот написано «из». Здесь мы пишем на русском. Дальше. Компания, фирма. Если отправляет частное лицо, мы ничего здесь не пишем. Дальше. Улица, дом и квартира. Потом идет почтовый индекс. И город. Следующий пункт. Страна. Вторая часть заполняется либо транслитом, либо на английском языке. Фамилия, имя. Дальше. Компанию и фирму мы пропускаем, если отправляем частному лицу. Адрес мы заполняем так, как он заполняется правильно, в той стране, куда мы отправляем посылку. То есть для Америки номер дома, название улицы, номер квартиры. Дальше. Зип-код. У них называется, у нас он называется почтовый индекс. Вписываем его вот сюда. Дальше мы пишем город и штат. Сокращение от штата пишем. И дальше страна, в которую отправляем. На английском и на русском можно написать. Следующий раздел чуть ниже. Подробное описание вложения. Количество, вес и стоимость. То есть это заполняется так же, как и в той зеленой декларации, в зеленой форме. То есть примеры здесь даны. Если у вас остаются свободные позиции, вы их зачеркиваете, просто нарисуете полосу. Снизу вы подсчитываете вот здесь общую стоимость и вот здесь общий вес без коробки. Следующий раздел чуть ниже. Вот здесь написано категория отправления. Мы обязательно отмечаем, что это подарок. И последний раздел, который нам нужно здесь заполнить, это дата и подпись отправителя. Число и подпись. Еще раз крупным планом, как выглядит вся декларация. То есть мы начали отсюда. Первую часть заполнили на русском. Вторая часть у нас была на английском. Третья часть это содержимое пакета. Потом мы отмечаем, что это подарок. Здесь мы ставим дату и подпись. Далее, когда вы отправили посылку, вам на почте дают чек. Вот здесь вот с зеленой стрелочкой выделен номер, по которому можно проверить, где находится ваша посылка. На международных посылках вот здесь вот в начале и в конце еще будут добавлены буквы. В конце должно быть написано «ру» по-английски. Дальше, как вы знаете, есть сайт Почта России. Вот вам крупно адрес. RussianPost.ru Здесь нам будет интересен вот этот вот раздел «Отслеживание почтовых отправлений». В этом разделе «Отслеживание почтовых отправлений» вот сюда мы должны ввести номер, который мы видели на чеке, без всяких пробелов. И вот сюда мы вводим код, который мы здесь видим, и нажимаем «Найти». Так, конфеты. Сколько их? 542 грамма. Мы пишем 542. Вот здесь вот вы мне поставите дату сегодняшнюю слое. Самое интересное. Это все оклеивается уже. Потом, да? Да, потому что через таможню проходит, представляете, всю коробку раздирают, чтобы таможню пройти. А, ну да, так. Маленькие пакеты через таможню обязательно, да? Да, а вот именно мелкие пакеты, они не заклеиваются, они за обечевками. А придут они тоже в клинитке или в этой ваклейке? Да, придут, да, клинитки, по-моему, или приходите, уже заклеены. Класс. Если до двух с половиной килограмм, то можно своей коробке, мы ее здесь оборачиваем бумагой. Если свыше двух с половиной килограмм, то вы своей коробке обшиваете белой тканью. Причем, вот лицевая сторона, здесь должно быть все ровно, здесь оно не зашивается, зашивается на почве, то есть мешок одевается. С этой стороны должно быть, чтобы можно было зашить его. Ровно получилось. Молодец. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok